Всем привет! Завтра день рождения у Кости. Мы отправились сейчас поискать еще какие-то книжки для него. У нас, конечно, есть основные подарки, но Катюша захотела еще поехать в книжный. И мы думаем заехать туда, где мы покупали Кате мобильный телефон, потому что он у нее разбит. И если еще действует гарантия, там есть такие правила, что можно обменять его на новый. Катя хочет новый телефон с тремя камерами, чтобы снимать на него видео, а у нее не такой. И получится, что там надо что-то немножко доплатить, и можно поменять этот разбитый, но еще как бы на гарантии на новый. Сравниваются два телефона, они абсолютно разные. То, что хочет Катя по камере, это просто небо и земля. Если ты будешь снимать в темноте, они абсолютно разные. И если блогер, я бы точно советовала вот этот телефон. Да, вы знаете, девочки, я сегодня говорила с блогером одним известным очень, там тоже миллион подписчиков. И она мне сказала, что она снимает на айфон. Я была настолько удивлена, у них настолько качественные видео, классные. Я спросила, на какую камеру снимать. На айфон. Кстати, пока мы едем, хочу рассказать вам печальную новость. Я скоро сяду в тюрьму, потому что все вскрылось. Я обокрала Ларису. Я украла у нее телевизор, магнитофон и два портсигара. Не знаю, зачем я взяла портсигары, я же не курю. Но, ну, как-то так получилось. Понимаете, пока она была у нас на море, я быстренько смоталась в Черкассу, чтобы грабить ее. Ну, потому что они были на море, они ничего не видели. И было логично поехать в Черкассу, 6 часов туда, 6 обратно, чтобы забрать телевизор, магнитофон и два портсигара. Чушь не несу, правда? Вот это вот, почитала комментарии, вредина обокрала Ларису, чего только не придумывает. Сначала очень смеялись, потом думаю, надо об этом снять видео обязательно. У меня же нет, думаю, телевизора, я же пошла к Ларисе его украсть. Представляете, что придумывают? Прикол. Натурально получилось. Да, это вначале. Я себе втюлю. Мама еще название поставит, меня послали в тюрьму. Нет, я поставлю название, я обокрала Ларису. Не, ну это надо до такого додумываться, как они это придумывают, вообще, чем они руководствуются, да. То есть, ну, у меня дома огромная плазма, зачем мне телевизор? Ну, две лучше, чем одна. Как я могу ее обокрась, будучи на море? Я не могу, это очень смешно. Мы приехали по навигатору, а здесь ремонт идет, и мы думали, что не работает. Оказывается, работает книжный. Как мы, правда, пройдем? Необычные книги здесь. Что, едем куда-то дальше? Египетин арт. Или Дерибасовская, ну, короче, там вообще негде осталось. Едем искать другой книжный. Да какую хочешь мы книжку вообще подарить? Я хочу просто посмотреть, исходя из того, что папа читает. Ну, имею ввиду, какой-то триллер, что ли? Застик? Да нет. Не знаю. Застик читал уже. Ну, по дороге, папа. Что он еще читал? Ну, да, он же много чего читал за свою жизнь уже. Ну, я точно не буду бросить ее на пилок. Ну, да. Читает он много. Здесь на море очень много читает. Зачем мне новое? Я ее надеваю? Да, маску надеваю каждые четыре сколько. Катя, я четыре часа еще в ней не выходила. Ну, что ты снимаешь? Потому что это хороший спорный вопрос. Я тоже считаю, что надо новую надевать. Я тоже считаю, тем более тебе. Катя, я захожу в магазин, маски, и тут же ее сниму. Не, ну так ты же сама вам говорила, что маски, в них нет смысла, если их трогать руками, снимать с лица. Их надо снять аккуратненько и выкинуть после магазина. Ну, если я не могу в ней ходить, я задыхаюсь, мне плохо, я буквально сознание теряю в ней. Зачем я буду в ней ходить по магазинам? Ну, она шара висит у тебя на подбородке. Ну, она мне нужна только для того, чтобы зайти в магазин. Все. Девочки, пересаживаемся, поедем смотреть Одессу. Это не то, по которому мы хотели. Да, но это тоже экскурсии. Вот этот похож. Да, этот похож, но тоже не он. Кстати, вам будет. А что у тебя тут маска, как реликвия, висит? Это чистая маска. Все, мы приехали в Букву. Повезло. Буква. Книжный магазин. Так, осталось найти. Мы уже наученные опытом, идем в масках в магазины. Мога, я хочу. Обожаем книжные магазины. О, он не маленький. Отлично. Просто отлично. То, что надо. Здесь даже есть подарочные какие-то пакетики. Это волк? Я знаю. Странная статутка волка в тарелке. Просто для красоты. И чашка, ты видела? Как их не поставить. С всяким мартом. О, да. Собирающиеся. У меня супранта такая, только чуть меньше. Катя, я теперь знаю, что тебе подарить на день рождения. Вот такую витрину. С подсветкой. Для твоих скульптур. Лучше подарок для детей. Это довольно 99. Для детей это довольно 99. Боже, Снежана, как ты прикольно смотришься в москивочках. О, здесь даже фигурки так есть. А, тут как раз сделал подарки и сувениры. Я не заметила эту надпись. А что это такое? Просто блокнот. Я так понимаю, он просто с пустыми листами. Деревянный. Мне нравится. Очень. Думаешь, с пустыми? Может быть, цитатники? Да нет. Тут вот скетчбук, а необычно с пустыми. А, скетчбук, да. Да, интересно. Деревянный. Мне нравится. Необычно. Я таких не видела. Да, и вот так, ты хотела глянуть. На стадии. Только, я думаю, он тоже с пустыми, конечно. Не, не, здесь что-то есть. А, тут ничего себе. Я не той, кто тебе потребляет. Здесь, да, какие-то смотри. Когда-то Чехов сказал очень жизненную вещь. Я перевожу на русский сразу. Каждое действие, которое мы делаем сейчас, уже в этот момент, не, вплывая, действует на наше будущее. Можно опустить руки, сказать, нет денег, нет желания. А можно засучить рукава и уже сейчас начинать плэкаты. Плэкаты у нас. Что? Плэкаты, как переводится. Плэкаты свои мы будем строить в будущее. Ну да, строить в будущее. Ну, мне кажется, плэкаты это что-то более нежное. Не строить, а баловать как бы. Варшава. Сережа, а ты знаешь слова своей песни? Голуби какие-то нарисованы, как будто черная ручка. Интересно, необычно. Я уже заинтересовалась. Что ты делаешь? Рисую Бога. А так его же никто не видел. Вот сейчас нарисую и увидит. Маша пять лет. Ты его взять себе хочешь? Наверное, да. Я зачиталась. Янтарь, сила здоровья. Тайная сила камней. Ну, такое точно брать не буду про янтарь. Можно почитать и в интернете. Джастин Бибер. Ну что? Что нашли интересное? Нашли судьбу попугая. Судьба попугая. Это другой вид, да. Прикол. Берешь? Да, это какой-то книг. Я не знаю даже, кто автор. География одиночного выстрела. Это реально про попугая? Да нет. Какой-нибудь детектив. А, просто так назвали. Как попугай рассказала, кто же был убийцей. Да-да-да, может быть. У вас на украинском продают. Да-да-да. Редко можно найти на русском. То есть большинство на украинском. Но я тоже всегда ищу полочки на русском. Потому что у меня школа была на русском. То есть, когда я пошла в первый класс, у нас все было на русском. У нас потом ввели украинский в школе. И у меня украинский язык был вообще, по-моему, то ли с пятого класса. Это уже поздновато. Да, именно сам предмет был украинский язык. С пятого, по-моему. Я подозреваю. Мы сейчас читаем описание книжек. И приходим к выводу, что, наверное, надо брать мужского писателя, мужчине. Потенциально прочитала бы. Но описание всегда красиво пишут. Бывают фильмы, такое красивое описание. Включишь, и тут тоже на это сильно полагаться. Для этого специальные люди нанимаются. Я обычно мистику какую-то читаю. Ну, вот и Костя тоже мистику читает. Вот Сивен Кинг ему очень нравится. Ну, до Сивена Кинга я не дошла. Мне страшновато его рассказывать. Ну, да. Ты знаешь, я в юности почитала. Ну, мне очень понравился рассказ. Катя, как он про эту девочку? Кэрри, Кэрри, классный рассказ. Почитай. У нее, типа, способности были. Она могла там взглядом вещи двигать, поджигать. И она очень ее обижали. И когда она обижалась, вот это все начиналось. Да, интересная книга. Как в фильме ужаса. Это мне понравилось в юности. Но когда я почитала «Кошмар на улице Вязов», не советую никому просто не читать. Вот это Фредди Крюгер этот с этими когтями. Он там коллекционирует фигурки его. Знаешь, чем оно страшно? Он как-то так это все описывает, что реально вот мужик боится заснуть, закрыть глаза, потому что когда он засыпает, за ним начинает гоняться вот этот Фредди Крюгер. Это настолько описано в книге натурально, что ты начинаешь сам бояться засыпать. Кошки пугают. Это реально действует на психику. Ну, то есть он реально настолько хорошо написал ее, понимаешь, что мне не советуют. Я люблю реалистичность. Но когда она меня потом пугает в моей реальной жизни, и мне книга должна отвлекать от реальной жизни. Я не хочу быть героем, но я не хочу быть героем. Ну вот Кэрри, Кэрри классная. Кэрри можешь почитать. Да, Стивен на кино. Буду потом в 18-м день это передвигать. Ну, она такая, знаешь, как больше, как фантастика. А вот это Фредди Крюгер, прям кажется, что это по-настоящему происходит. Я вот не знаю, как так можно написать, чтобы вот настолько... Может быть, я впечатлительная, не знаю. Я думаю, в том числе. Мне под автором надо зависеть. Ну да. Бывает, читаешь и понимаешь, что это книга. А бывает, конечно. Если какой-то цикл посмотреть, тебе там, знаешь, несколько книг подряд, может, наинтересно. Да, можно. Душновато здесь, правда? Да, очень душно. И жарко очень. Но, наоборот, в прохладе. Угу. Тут прям жарко. Мое внимание привлекла книга, в которой написано «Быстрая диета». Самое интересное, что главный смысл этой книги написан на обложке. Питайтесь 5 дней, как обычно. Сокращайте количество калорий 2 дня. Все дело в разгрузочных днях. Можно дальше и не читать. Я тут еще нашла интересную полочку. Ваш ребенок курит? Как учиться и не болеть? Почему дети врут? Ваш малыш от 3 до 5 лет. Ну, посмотрим. Питание, уход, здоровье. Дети цифровой эры. Необычные тут советы. Вот с карандашами. Вращение карандаша ладонями обеих рук. Карандаш зажимается между ладошек и поворачивается по часовой стрелке. Ходить пальцами по карандашику. Какие интересные советы. Мы уже в машине. Я держу на коленях сокровища. Просто сокровища. Я тут такие книжки нашла. Вот эту книгу, если кто-то не читал, очень советую почитать. Полианна. Это про девочку. Не буду много вам про это рассказывать. Но у нее девиз жизни был всегда видеть хорошее. То есть в любом, чтобы не случалось плохое, она именно искала хорошее. Очень хорошая книга. Очень мотивирует на позитивное мышление в жизни. Алиса о стране чудес. Посмотрите, какие красивые иллюстрации. Я просто понимаю, что где-то в первом, втором классе Алиса по-любому будет читать эту книгу. И мне очень понравилось в таком исполнении, в таких иллюстрациях. Я понимаю, что время летит так быстро, что первый, второй класс не за горами. Поэтому пускай будет. Дальше. Усачев. Все о дракоши. Вот такую нашла книжку. Я не читала, честно скажу, про этого дракошу. То есть именно эту книгу я не назову сокровищем. Но мне очень понравилось то, что каждая страница раскрашена. Ее просто приятно даже просто пролистывать и смотреть. А значит, ребенку будет очень приятно ее читать. И кроме того, я знаю, что Усачев, он всегда очень интересный и пишет книги. То есть я уже знакома с его творчеством детским. И я уверена, что эта книга ребенку очень понравится тоже. Виталий Бианки. Посмотрите, большая книга сказок. Никогда не думала, что куплю, потому что в детстве не любила. Но здесь опять-таки такие иллюстрации, что ребенок просто не сможет эту не любить книгу. Тем более Алиса очень любит всяких жуков, гусениц. Она их постоянно рассматривает во всяких книгах. Просто вот тому, кто проиллюстрировал данную книжку, нужно премию дать какую-то. Очень шикарные иллюстрации. Просто шикарнейшие. Я думаю, что мы ее будем и не раз с Алиской перечитывать. Знакомиться с окружающим миром. Пушкин. Стихи и сказки. Смотрите, написано. Классная классика. Тоже книга выполнена шикарно. И я считаю, что такая классика дома должна быть. Вот как она выполнена. Смотрите. Иллюстрации. Я считаю, что это все нужно знать. Может быть, я не права, не знаю. Но наше поколение все эти сказки знает. И мне кажется, надо их передавать дальше. Следующим поколениям. Потому что все-таки они интересны и со смыслом. Три поросенка. Тоже шикарную нашла книгу про трех поросят. С вот такими иллюстрациями. Здесь просто будем с Алиской сейчас читать. Правда, заканчивается она как-то нестандартно. Не так, как сказка заканчивается. Она заканчивается тем, что... Сейчас вам покажу. Тем, что волк и лиса заняли дом. Смотри-ка, сказала лиса волку. В доме, кажется, никого нет. Он пустой. Давай подойдем поближе. В общем, поросята перессорились. Ушли из дома. А волк с лисой заняли в это время дом. Вот такая интересная концовка. Ну, в принципе, тоже в этом что-то есть. Не надо ссориться и уходить из своего дома. Поэтому мне концовка даже понравилась. Вот такая книжка. Сказки на ночь. Очень шикарная. Тоже я ее там перечитала. У меня в младших классах школы была очень высокая техника чтения. Я была вторая в классе по технике чтения. Еще была одна девочка, которая там на пару слов меня перегнала. Вот. И я буквально эту книгу вот сейчас в книжном всю успела перечитать. Так, мельком, быстро-быстро. Здесь текста не очень много. Я поняла, что эта книга стоит того, чтобы ее взять. Потому что перед сном действительно классно ее будет читать с ребенком. То есть ребенок настроится на сон. И здесь действительно интересные рассказы. Как этот зайчик искал у кого переночевать. Вот у ежика ему было. Ежик его уколол. У скунса скунс навонял. Ну и в общем в итоге, вы понимаете, да, что он решил, что лучше спать у себя дома. Интересная книжка. Для ребенка то, что надо. Приключения Пиноккио. Одна из любимых книг моего детства. Исполнена так красиво тоже. Здесь страницы все раскрашены. Много рисунков. Много. И Пиноккио выглядит точно так же, как он выглядел в книге моего детства. Поэтому я считаю, что Алисе эта книжка очень понравится тоже. И хорошо. Большие буквы, видите, так. Ну хорошо, приятно ее будет читать. И, конечно же, необыкновенные приключения Кари Кайвали. Эту книжку в детстве тоже просто обожала. У меня она была. И я считаю, что Алисе тоже ее стоит будет прочитать. Ну, здесь мне не очень нравится иллюстрация и вообще оформление. Но я не уверена, что я ее потом на русском языке где-то еще найду. Потому что когда надо было Насте искать, и я ее прямо скачивала из интернета, я не могла найти. Поэтому я решила ее взять. Решили заехать на Макдрайв. Проголодались. Пока были книжные. Мы уже готовы, заказ будут собирать много у нас. Да, у нас много. Я заказала филе у фиш. Меня этому научила Настя, дочка би-мамы. Когда в прошлый раз она у нас была, она сказала, что она хочет филе у фиш. Я тогда первый раз услышала, что такое вообще существует. Потом попробовала. Это когда булочка и внутри филе рыбы. Как в гамбургере, но только с рыбой. И в принципе мне понравилось. Я подумала, что это, наверное, полезнее, раз оно с рыбкой. А мы не говорили, какую бы. Да, а что они не спросили? Подожди, ты не проехала, Настя? Нет. Я желаю, что заказик немножко еще подождать. А Катя мне рассказала, что есть вот такая картошка с сырным соусом таким. Тоже вкуснее, чем просто. Картошка. Прикольная. Мне тоже нравится? Да. Я тоже вообще даже не знала. Катя сказала, что вкусно, мы решили затестить. Ну, да, ты уже не помешивая. Можно мукбанки снимать. Вкусно или нет. Рассказывай что-то. Настя взяла наггетсы. Я всегда беру наггетсы. С кетчупом. А вот как выглядит филе у фиш. Такая завернутая булочка. Румяненькая, красивенькая. И внутри вот такая рыба с соусом. В общем, мы уже который час даже, я бы сказала, с Алисой читаем книжки. Ей безумно понравилось. Просто все рассмотрим. Коля приходил, смотрел. Сейчас он занялся, там опять поросятками. Лена там, первыми ногами. Лена снимала нас, да. Смотри, кто это. Я столько себя на память нас снимала, на самом деле. Нет, это какая-то рыба. Что-то возьму в аглок, но не все. Если хочется, запомните, он впервые в жизни заинтересовался книжкой. Эти хрущи, как он залит. Для него это стало шоком. Мама, смотри, кто это. Кто это такое? Кто это? Это какой-то водяной жук или паук? Я даже сама не знаю, кто это, Алиса. Надо прощать. А, это жук-плавунец. Жуки-плавунцы написано. Это, наверное, личинка. Покажите, пожалуйста. А вот рыба съела маленькую рыбу, большая. А вот это кто съел такую рыбу? Ой, это мама. Это ёршик. Он колючечками, ёршик, зайка. Рыба- ёрш. Ёрш. А почему? Он мальков ест, да? А почему ёрш такой съел? Он защищается, у него такие колючки. Мама съела у него рыбу. Вот это ёрш. А вот это какая-то большая рыба съела ёрша. А вдруг он его выплюнет, потому что он острый? Да, может. Видите, большая рыба может скушать маленькую рыбу. Так бывает. Поэтому маленькая рыба вся прячется. В рот большой рыбы глядя. Смотрите. Да, маленькие рыбки икринки. Это, наверное, их мама рыбка, а они у неё во рту прячутся. А может быть и едят. Сейчас почитаем. Это щука. Это щука. Щука. А это остапёровые ребятишки. Всё-таки... Всё-таки ест. Всё-таки ест, да. Да, хап. И она проглотила разум полстайки колюшат. О, Зоя. Мама, вот Зоя. Ёрш. Мама, вот Зоя. Ёрш. Ёрш. Что, ещё раз будем эту же книгу читать? Ты серьёзно? Олечка, как я тебе показывала перелистывать? Где? Вот здесь. Нет, не так. Так, вот здесь берёшь за уголок, да. Вот так, умница. Так ты не помнёшь книжечку, понимаешь? За уголочек. Белка, хочешь, чтобы мужик... Зачек, я буду спать. Белка орешки... Грызёт. Грызёт. А Белка ночью грызла орешки. Ой, смотри, Белка орешки грызёт. Она хочет пересказывать сюжет, она с первого прочитания. Да. Так и лягу. Мама, смотри. И чёртал. Давай, расскажи нам эту сказку. Что было потом? Белка погрызла орешки. Что зайчик сказал? Белке, где она? Что зайчик сказал? Он сказал, всё, Белка, я ухожу, да? И пошёл куда? Спать. Кому? Спать. Он пошёл кому спать? Кто это? Это... Скунс. Это Скунс. Скунс пошла спать. Я говорю спать. Скунс и... Скунс. Что сделал Скунс? Вот это... Скунс. Что это, что это, это пахнет? Что пахнет? Что это всё пахнет? Что так пахнет, сказал зайчик. А Скунс сказал, что? Извини. Да? Извини. Я не сдержался. Зайчик истукался. И зайчик ушёл ночевать к кому? Ежику. Ежику ушёл ночевать. Обращайся ёжику. Да. Обратился к ёжику. Обратился к ёжику. А потом он, как и закричал. А-а-а. Да. А-а-а. Ай, мой колючок. Ай, колючки, да. Видишь, ёжик колючий. А зайчик... А зайка улала. За кого? Ой, смотри, ей зайчик и закрорула. Ой, смотри, ей зайчик и закрорула попку. Ну да, он лёг попкой в кровати. На иголку. И иголка спать. Смотрите. Она сняла на вот это. На книжках сидит. Мама, а потом он медведь и заходи в домик. Заходи ко мне спать, да. А потом храпит. А потом храпит. Да. Только же, ну, давай откроем, где храпит. Сказку. Тогда наша сказочница. Где он храпит, давай посмотрим. Вот он захрапел. Захрапел. Ой, я храпил. Ой, я храпил. Не говори. Захрапел, не говоришь. У Коля-то в своей мультике. Ой, смотри, медведь храпит. Смотри, Коля, медведь храпит. Коля, медведь храпит, как бабушка Наташ. И бабушка Лариса. А потом заходила совы. А потом за баку лазарчик. Потому что сова свет включила. Он хотел, чтобы она выключила. Она выключила. А она говорит, я читать буду. Мне ничего не видно. Ничего читать не видел. А, домой спал. Давай, ну сова, давай, иди спи домой. Алишка, опять мнешь. Где надо перелистывать? Ты видишь мнешь? Смотри, мнется листик. И будет помятая книжка, видишь? Вот здесь надо брать. А что здесь? Вот так. Ой, ты там очень внимательно читаешь. Ты для приличия хоть переверни ее нормально. Картинки смотрит. Затик пошел. Буду ругать, Коля. Буду ругать. Мама, а... Алиса, вот так, за уголочек. А за уголочек. А здесь все кричали, все христики. Где все зайчики закричали? Где-то есть. Давай найдем. Где-то дальше они закричали сейчас. Смотрите. Вот они все. Смотрите. А потом все кричали зайчики. Помогите, закричали. Помогите. Волки. Сумасшедшее воображение у детей. А потом мы зайчики спрятались из-за одеялки. Под одеяло. Под одеяло. Это мамочки. Уходи, коты, волки. Мама их прогнала, да? Шваброй. Уходи, уходи, волки. Один. Смотри, Коля, у Алисы такая же, как у тебя. А, собака. Собака, петух. Ой, а смотри, собака. Мама. Это кто? Я. Клянует. Мама, собака, петух. Петух. А теперь? Корова, петух. Ой, а смотри, корова, петух. У него был гребешок. Смотри. А это кто? Смотри, такая же. Не, я вот такую почитаю. Коля, смотри, корова, газа. А я вот эту почитаю. Тихо почитаю. Только переворачивай аккуратненько. А как надо переворачивать? Вот так, смотри, Коля, вот здесь надо переворачивать. За краешек вот так. Да, 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 вот так. Молодец. Ой. Ручки не снились. Коля, смотри, котик и собака. Это белка. Смотри, заяц и белка. А потом, а потом. А потом белка заяц. А это кто такой? А это белка вот. Белка вот? Ой, а смотри, белка вот. Белка вот. Смотри, а потом зайчик побежал в ловку. А потом, мамочка, мамочка, помогите. Мимимин зашкаливает. А потом, ой, смотри, много ловки. А они бегают. А они бегают. А, зайчик побежал. Зайчик побежал. Зайчик уплывал в ловеске. А потом... А потом... Иди ложитесь в парке. А потом, а еще и спрятайся из одеялки. Волки. Уходи, волки. Уходи, волки. Уходи, волки. Упила помидор. Виша, мы так сутками, может. А потом мне еще. Николай, Виш, вот потусил, потусил рядом. Пошел рассматривать головоломок. Папа. Ой, а смотри! Баба Гарин, кольчик! Мам! Ребята, что у вас происходит? Скажите, пожалуйста. Здравствуйте, молодые люди. Дом упал. Как у вас дела? Охи насмеялись перед сном. Да? Надень. Ой, что-то с ежиком он лопнул. Его надо есть. Смотри. Теперь поклопненько. Понятно, почему ежик лопнул. Его перекормили. Перекормили ежика, признавайтесь. Он вкусный тебе. Ой, а давай спрячем и саду. Коля, давай спрячемся. У меня болит лицо. Я уже просто и наснимала, и наснималась, и все что угодно. А, упал ваш дом? Упал ваш дом? Все? А, все. Что там? Я спать. Вы спать легли, да? Будете спать? Мы пока остановились. Упал ваш дом. Упал ваш дом. Упал ваш дом.